как играть с экрана 2 за протосов и мы сейчас играем против рандома и так это часть обучающей серии на которую в плейлист будет в конце поэтому если вы не понимаете почему я делаю какие-то действия или строю здания конкретно какие-то они другие дата соответственно конце жмите плейлист и посмотрите первые серии а мне все подробно это объясню итак сейчас мы играем против рандома мы ставим пилон и идем сразу же в разведку в этой серии я конкретно буду сейчас играть и комментировать каждое действие и особенно решение которое мы принимаем здесь мы ставим гейт в стенку и будем смотреть что за раса против нас попалась вы же в свою очередь можете эти решения потом опять же использовать своих играх очень удобно видим что это протос и соответственно ставим сразу 2 газ если это тирана или зерк играем как против тирана или зерга дальше по билду против протос опять же тоже дальше по билду то есть второй газ второй гейт протос делает все то же самое он понимает бил ну соответственно ну и значит отлично понимаем что нам делать вот в прошлых сериях прошлых сериях было много много-много-много комментов о том что я показываю рассказываю слишком пассивный стиль игры типа на макро там еще что-то как когда атаковать то что рассказываю что можно атаковать и не атакую поэтому в этой игре покажу вам очень отличный классный опять же стиль который мы назовем фейковая макро фейковая макро очень такой эффективный прикольный стиль на самом деле в котором мы просто изначально делаем все так как мы делаем и обычно и вы в принципе можете так всегда делать вот ну и основной вопрос был опять же а так когда все-таки атаковать вот и ну атаковать можно самом деле когда угодно самое главное понять как это делать и почему я считаю что эта серия будет ну прикольно и короче потому что мы сейчас все будем делать вообще все мы будем делать абсолютно как обычно вот то есть как у нас изначально это все и задумывалось сейчас мы ставим nexus да то есть на вторую базу вот и допустим что мы видим что соперник сейчас на нас собирается напасть вот и вот в эти моменты как раз таки мы должны как-то реагировать и вот здесь по сути вот эти все действия что сейчас буду делать можете их расценивать как реакцию вот сейчас мы сражаемся с адептами возможно это будет старгейт и мы пойдем минеральную линию вот в чем прикол смотрите мы ставим роба все как обычно добавляем еще гейт ну почти все как обычно да получается вот и вот этой пробкой которая у нас мы просто доставляем пилон внезапно да и если мы сейчас боимся атаки мы как раз таки ставим роба мы ставим гейт мы начинаем строить юнитов это самое основное что мы должны делать вот и самое сношение должны делать нет строить проба а тратить все бусты на развитие краски юнитов и технологий вот смотрим сколько нас бустов тут два тут один то есть можно два баста кинуть в гит и правда правда да почему не построим адептов адептов потому что мне нужен для сейчас на и морталов соответственно видим что это разведка фениксом то есть все как у нас отдаем пробочку так он не беспокоился да то есть в этот момент он спокойно сейчас занимается своими делами видит что у нас все нормально то то есть он вообще не типа не на напряжен вот и чтобы это разведать важно понимать сколько рабочих на данный момент у соперника поэтому я беру самое главное что нужно смотреть это экономика 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 все больше ничего если вы смотрите на базы на технологии вы смотрите на что-то что возможно когда-то в будущем будет работать единственное что работает сейчас это либо рабочая либо армия на то есть мы во что-то из этого вкладываемся всегда постоянно вот и как вы видите вот мы на вкладывались идем то есть мы все время самого начала игры вкладывались кучу юнитов и просто сейчас этой куча юнитов пойдем в атаку естественно то есть мы просто на клике идем вот посмотрим чем как бы ответить нам наш соперник то есть вот у него есть супер батарейка до но есть микроконтроль то есть у нас мы тоже можем помекрить вот и мы в принципе кстати проигрываем эту игру но от этого смысл не меняется то есть вот так вот вы можете тренировать свое атаку я специально делал атаку без какого-либо микроконтроля абсолютно просто шел напролом в конце концов мы проиграли эту атаку напролом игроку которыми криллы старался делать что то вот естественно когда игрок там слабее ровных вам по скилу вы можете тоже где-то под контролем чуть лучше и выиграть эту игру надеюсь выпуск был полезным слушай мне вообще плевать поставишь ты лайк или нет мне главное что ты досмотрел до конца а значит тебе понравился контент и это для меня самое главное ну ютубу не плевать поэтому поставь пожалуйста лайк и оставь коммент так сможет большее количество людей увидеть этот контент ну и смотри другие мои ролики они тоже классные и не забывай там подписаться где-то тут ну и не забывай там подписаться где-то тут